Всем привет! Сегодня случился долгожданный завоз орхидей в Леруа Мерлен. Его обещали, обещали 700 штук, но долго не везли. Это, как обычно, микс от GMP. И надо сказать, что ассортиментом не поскупился микс. Сразу видим несколько фронтер. Ассортиментом. Было очень шумно в Леруа Мерлен, а дома шумит ноутбук. На один цветонос 655 рублей, кажется. На два цветоноса 855 рублей. Вопрос, куда делись обещанные по 380? Я думаю, что они пришли, но их просто сразу не выкатили. А выкатили то, что подороже мечи. Завтра, кто будет в районе Леруа Мерлен. Заходите, посмотрите. Думаю, все это будет. Потому что в Икее привезли подобный микс. И там есть орхидеи по 389 рублей. Видео сняла, позже залью на YouTube. Красотка Майя. Микс очень интересный. Для миксов поставили, мне кажется, все, чем могли, только удивить. Видите, сколько тех же фронтер стоит. Вот это очень яркая красотка. Красавица Салинас, боже, какая она нежная. Так хочется снимать без целлофана, как я это делаю всегда в боу-центре. Хоть целлофан и свежий, но, конечно, он меняет и цвет, еще и блестит. Красотка Рим. Эти орхидеи дороже, они по 1135, кажется. Ценников не было. Надо было ходить каждую отдельно, орхидею проверять. Но это обман. Там просто внутри пластинка ароматизированная, имейте в виду. Столько сегодня было орхидей Майя и ни одной бабочки. Я знаю, что девочки, кто пораньше приехал, таили надежду найти бабочку, но не случилось в другой раз. Да, вот, я же говорила, что миксы удивили по максимуму. Поставили несколько попугаев. Это на два цветоноса. Яркие. Я пыталась их снять на зеленом фоне, чтобы они были ярче. Но телефон все равно высветляет. А уж как они у меня дома выгорают. Закрученный вот такой вниз цветонос. Жалко. Мне всегда так жалко. Хочется его высвободить. А вот интересная. Она нам понравилась с Олей. Не знаю, даже забрала я ее у Оли или нет. Я когда захожу, вижу много орхидеи. Я забываю обо всем. Начинаю снимать, снимать. Но редкая красотка. И вот еще необычная орхидея. Посмотрите, она не просто белая. И не вкраб. И не край у нее выделен другим цветом. Она необычная. И она очень крупная. Но попугай так хотелось яркими снять. Фронечка я сняла с нее упаковку. Это та Фроня, про которую я сказала, что она очень-очень яркая. Потихонечку приблизим. Посмотрим, какая у нее губа. Вот он, цветочек, только что открывшийся. Я ожидала, что на завоз приедет больше народу. Но, видимо, многие уже устали ждать. Я живу рядом, поэтому приехала быстренько. Забежала сначала в Икею, потому что думала, что Мерлен многие выбирают. И я буду вмешаться снимать. Вот еще один Паодаль Тролль тоже стоял. Внутрь сильно не заглядывала. Но уверена, там нет ни беглипов, ни бабочек. Иначе бы их точно нашли. Хотела, снимала по краю. Смотрите на канале. Все, пока. Все. 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 Тут удалось неоновую губу прям так снять, четко видно, какая она все-таки нереальная. Субтитры создавал DimaTorzok Фронечек-то, фронечек, нереальное количество штук. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и в двух словах скажу. В Ашане стоит Клеопатра, чуть дешевле 800 рублей. Икею я всю сняла там по 799 и по 389 рублей орхидеи. Всю неделю у нас не было завозов нигде, кроме обе. Даже экофлора и та нас оставила без удовольствия на этой неделе орхидеи еще в пути. Сегодня я насладилась съемкой свежими орхидеями. Красотка Майя. Кто хочет что-то купить, приезжайте в Леруа. Пока-пока.